Ленинград 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 Сейчас у ребят самая буйная пора Спокойными их можно увидеть только на фотокарточке Ленинград 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 Такое время. Доставай. За зиму накопилось только всяческих планов. Их нужно выполнить и непременно сразу. Пожалуйста, эти двое собрались в плавании. Навигационные приборы, спасательные средства. Своей лодки у них нет. Но разве мало чужих лодок на острове? Раскинулась море широко, и вон мы бушую до золей. Мы едем, товарищ, далеко, подальше от нашей земли. Есть что-нибудь? Воздуха не хватило. Целый месяц проверяем, проверяем. Ничего тут нету. Мишка говорил, что в каждом море есть. Мишка, который все знает, это я, Михаил. Это наш двор. А вдали за заборчиком я на велосипеде. Мне трудно сказать, что интересовало ребят больше, я или мой велосипед с моторчиком. Наверное, и я. Потому что и без велосипеда мне от них не было покоя. Я был у ребят чем-то вроде добровольного воспитателя. Но и меня пытался воспитывать человек, которого звали Светлана. Мой школьный товарищ. Ветка! Она работает в Жактовской библиотеке и готовится поступить в институт. Ау! Сейчас я познакомлю вас с ней поближе. Светля! Ой, Миша! Иди скорее сюда. Послушай. Кажется, опять стихи. Вы думаете, это в первый раз? Нет. Светлана всегда считала меня легкомысленным человеком. Она уже несколько лет читала мне стихи. По ее мнению, поэзия помогает людям выбрать свое настоящее место в жизни. Может быть, она и права. Я действительно выбрал. Решил поехать на целинные земли. Сапоги купил? Что? Сапоги? Зачем? Как зачем? Я же на целину еду. Все-таки едешь. Как же так? У тебя в голове вихри. Ты хотел быть водолазом, летчиком, учителем, а теперь трактористом. Ну, а чего же здесь плохого? А то, что ты никогда не был целенаправленным. Где твоя цель? Моя цель? Быть там, где я всего нужнее. Михаил, Миша, почему Славка кататься не дает? Разговоры без сопровождения у нас, конечно, никогда не получалось. Командира зовут к полку? Иди. Миша, а чего Славка кататься не дает? Они сломают. Да, ты же разрешил, а он чего? Ничего, кольца покрошатся. Да тебе какое дело? Ты же мне моторчик завещал. Они сломают. Ну, я же не уехал. Да, ты целый месяц уезжаешь, все тут. Ну, извини. Ребята. Вот и ребята тоже, глядя на тебя, потеряли целенаправленность. Ой, Светка, ну, выбирай эти слова-то покороче. Короче, хорошо. Сегодня они индейцы, завтра летчики, сегодня они партизаны, завтра машинисты, а послезавтра мушкетеры. Сердитая тетя. Ой, Михаил, с тобой невозможно разговаривать серьезно. Миша! Мишенька, у меня к тебе просьбочка. Понимаешь, здесь одно заявление от старушки из восьмого номера. У нее, понимаешь, телевизор мигает. Старушка старенькая, так ей на мир поглядеть охота, а он, понимаешь, мигает. Эй, Славка! Механик! Валезай на крышу, посмотри, что там с антенной из восьмой квартиры. Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зардает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали исчезает. на помощь! Полундра! Тонут! Паша! Паша! Куда ж ты бежишь? Куда ж ты бежишь? Куда ж ты бежишь? Там же тонут! Паша! Паша! Эх, господи! Не смелись в воду! Паша! Паша! Лодку угнали! Все ваше! Потом, потом! Сейчас их спасти надо! Я этого дам не оставлю! А Валька где? 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 Купается! Что? Купаться нельзя, да? Куда? А ну-ка, сядь-ка! А, вот ты где! Иди-ка сюда! Тоже мне водолаз! Краем уха я услышал разговор о каком-то затонувшем корабле. Он сознаться не придал этому значения. Какие мог быть затонувшие корабли в Финском заливе? Ну! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а-а! Ту-то-ту-ту! Ту-то-ту-ту! Ура-а-а-а-а! Что вы, тварей дал? Почкоре! Катлю, едианеры! А тут! Ой, вот на стройке призывают! А вот нет такого призыва, А чтоб ребят приструнить. Точно. Воспитание. Точно. Вот, посмотрите. Ну чего глаза-то вылупил? Ну-ну-ну. Да ведь они же мальчишки. Вам хорошо говорить. Своих нет. Чужих не жалко. Вот они. Вот, вот этот. Вот эти, дяденька. Вы? Мы. Мы уже целый месяц ищем. Валька всегда дерется. Лодку спереть хотят. Я это давно приметил. Рассказывай. Напрасно старушка ждет сына домой. Ей скажет, а она зарыдает. А волны бегут от винта за кормой. И след их вдали исчезает. Тронулся. Да-да. Ну, хватит. Пошли. 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 Гражданка, стойте. Да что же вы нас держите, ребята, совсем замерзли? Пошли. 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 Я говорю, мало им стекол, морским разбоем занялись. Ага. Правильно. Дяденька, дяденька, Вальку на 15 суток нужно забрать. Ну, при чем здесь разбой? Ваша лодочка? Моя лодка. Ну, так я ее привез. Иди. Так вон же она, ну. Товарищ медицинец, их надо простить. Не положено. С хулиганством пора кончать. Ну, какое же это хулиганство? Они же покататься взяли, они же не украли. Они больше не были. Они снова готовы! Мы за них ручаемся! Тихо! Кто вы такие? Толпа. Хуже. Кто может поручиться таких пиратов? Да. Может, вы? Я? Да что вы, я тут недавно. Я избежица. Тетя Люся. В общем, все пионеры нашего двора вам ручаются. И я тоже. Ручаемся! Ручаемся! Ну, в школе пионерская дружина. Правильно. Да. А у вас что, отряд во дворе? Отряд? Честная пионерская. Не верите? Честная пионерская. А вы у них вожатый, что ли? Вожатый. Вожатый. Выходит так. Ну, пионерская дружина насмерть. Ясно? Ясно. Вводи команду. Штаб отряда можно сделать в подвале. Ура! Оттуда телефоны по всем этажам. У меня дома телевидение. Тревога! Алло! 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 А под пирсом сторожевой пункт сделать можно. Там канаты сложные. Сидеть удобно. Сказал бы, лучше поспать. Вот так неожиданно я стал вожатым. Так значит, отряд? Так это чтоб наших отпустили. Как так? Вы пионерская дали? Я давала. Я давала. Так это вы давали. А я в это время молчал. У нас даже штаба нет. Ну, где у нас штаб? Здесь, да? На берегу, да? Миша! 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 Паша! Папа с мамой меня в угол не ставили. Ай, папа с мамой олова добывают в Казахстане. А меня из бежицы вызвали телеграфом. Я тебя воспитываю. Вот за то, что подвесился на кран, штрафую тебя на пять рублей. Я не подвесился, я брюшной прессо сбивал. А, за брюшной прессо семь рублей штрафу. Ты же говорила пять. Пять беспрессо с прессом семь. Марш на место! Я ж тебе наказала. Ты мне запрятна, за целый месяц должна. Что? Опрятность, опрятность. Четыре рубля. Штрафы три. А за вежливость кто платить будет? Ну, за вежливость... Как ты со мной разговариваешь? Пожалуйста. Ну, вот и не забывай. За вежливость рубль. А за булкой кто ходил? Ну, с учетом булки. Так давай я еще раз бегаю. Паша! 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 На базар надо съездить бы на тот берег. А ты знаешь, я с детства воды боюсь. Меня прямо в квартире укачивает. Возьми там большую кошелочку. А на базар за отдельную плату сама говорила. В этот вечер Валька заждался своего отца и вышел на нашу набережную искать его. Смотри. Опять без Николая Трофимовича уходит. Вот ведь как жизнь сложилась у человека. Весь свет объездил, говорят. А теперь чужие корабли на буксире воят. Разве это дело для Николая Трофимовича? Сына вырастить? Это тоже дело. Так-то оно так. Только я думаю, Николай Трофимович места себе не находит. До того ему в море хочется. Смотри, сигналит кому-то. А знаешь, если вдуматься, Валька-то отцом поперек дороги стал. Да не будь Вальке Николай Трофимович сейчас бы вот на этом мостике стоял, как подобает капитану. Если б мы знали, что Валька слышит нас. Ты почему на буксир перешёл? Тебя командование плавать не отпустило? А при чём тут командование? Ты новый корабль получаешь? Да как тебе сказать. А тебе что, разве со мной плохо, а? Хорошо. Ты в море хочешь? А не сходить ли нам с тобой в кино, Валентин Николаевич? Я спать пойду. Я спать пойду. Подопрессирую ему быстро. Я смогу без мне запутиньте. Я смогу без JP. Субтитры сделал DimaTorzok Уже давно предназначены на слом Для взрослых это досадные остатки прошлого А для ребят... Постойте, кажется, еще одна тайна Как я потом узнал, у них здесь был штаб или корабель рубка Трудно сказать наверняка Но помещение это, разумеется, тоже было тайным Опасность? Меняем штаб-квартиру? Греби отсюда! Тебя за безграмотность писали Восьминог Так это я для конспирации зашифровал Ну, хочешь? Я весь журнал перепишу Можешь его в печку сунуть А как же операция? Ты что? В журнале все координаты Мне теперь все равно Отец из-за меня море бросил Могу я здесь оставаться? История Куда ж ты подашься? На Черное море Там у меня рыбаки знакомые История Я тоже с тобой Раз, товарищи, все пополам Мал еще Ничего не мал У меня уже бицепсы надуваются Ну, ты же без меня влопаешься Я специальные документики изучал Сорок способов заметания следов А восьминога потом Когда вернемся Нас в газетах пропечатают И фотография с подписью Они нашли затонувший корабль Поговорил? Ну вот Управхоз создал ребятам Этот сарайчик под штаб Управхозу сарайчиков не жаль Все равно у нас лом Мы не знали тогда, что вторгаемся Валькины владения Эх, спросить бы мне лет так Двадцать пять Записался бы я к вам Моряки Запишитесь, мы и сейчас вас примем Спасибо Скорее Миша Миша Тебя в райком вызывают Наверное, уже Вот так Миша Ты мне моторчик обещал Заберешь Ну, а теперь Все остальное вам придется смотреть без меня Потому что я уехал на целину Суп гороховый Покалорием заменяет баранину Шоколад Покалорием заменяет сливочное масло Михаила на целину вызвали Ну и что? Ты замолчи Отряд без вожатого остается А мы здесь при чем? Как при чем? Мы же для вас Из-за вас Ну-ка, встань-ка с ящика Платье порвешь Нам, ваше, трядь ни к чему У нас другие задачи Правда, Валя? А так? Эгоисты вы Михаил для народа А вы Индивид Беги, беги Размахалась тут Калории Русским займись Никуда не возьму Пока грамматику не одолеешь Ты такой, да? Рыбачить и без грамматики можно Погоди Из-за нас ведь создали отряд Они старались Что же нам их в беде оставлять? Иди без разговоров Грамматику изучай Вчера тетю Люсю В музей Ленинграда водил Ух, там и снимочки Вся история Давайте фото-летопись сделаем Всю историю отряда заснимем Для потомства Лучше кружок рукоделия Рукоделие развивает усидчивость И аккуратность Мне так мама говорила Выширь это мещанство Не мешает Нужно столярную мастерскую Организоваться Шефы нам инструменты дадут А кто у нас шефа? Все с отряд будут и шефы Правильно Шлюпку сделаем Мы на острове живем Лучше футбол играть Футбол это не главное Главное кружок Оранжерею, цветы сажать Радио, радио Твое? Мое Твое, мое Значит наше А я маме скажу Правильно Так и скажи Нельзя отряду Без собственных средств передвижения Мастерской Утmana Без футбольной команды Отряда не бывает Футбол, мастерская Без футбольной команды Платформы Без футбольной команды Пятолом Театр Пять минут Пять минут, пять минут! Хулиган! Восьминок пришёл. Что за название? А тебе какое дело? Мачту прибить нужно, флаги повесить, сильняшки всем, чтоб форма была. У моря живём. Я же говорила. Первый пионерский экипаж. Вот как надо. Я же всё-таки человек, а не тумба. Не умрёшь. В шеренгу становись! Старка, быстрей, подезжай! Ух ты, ребёнок, быстрей, беда! Тихо-то! Всё-всё-всё! Доброй! А вы посидите нас, дуга! Нафлак! Смирно! По такому случаю костер барашечь неплохо. Вон заборчик. Все равно ни к чему. Ломай! Ломай! Дорка! Беги за картошкой! Вообще ведь по такому случаю фервер, полагайте. Картошка! Картошку петь! Ребята, картошку петь! Здравствуй, милая картошка! Куда ты ее? Пионер! Фервер! Тот не знает наслажденья, где не видит, Кто картошки не едал, дал-дал! Что это на тебя прилежание-то нашла? Значит, нужно. Доехал благополучно. Подробности письмо. Помоги ребятам. Угу. Угу. Сбегай. Передай привет ребятам от Михаила. Сама беги. Виня. Виня, занимаюсь. А? Ах. Здрасте. Что это? Давай! 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 А. Виня! Виня! Стой! Кто огонь разводить разрешил? Остро спалить захотели, да? Это костер. Картошку печь. Астрюшка. Сначала ты лодки воровал, а теперь шиганин снялся. Лавров, и растрата захотелось. Если этот пират есть, то есть три едва. Уватикая сила. Будешь только меня стоять в углу Доныча. Зачем вы бочку-то в костер закатили? Фейерверк. Так полагается. Нет, с меня достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Не надо ломать. Я знаю, что делать. А ты что ж к секретарю не пошел, а? У меня вид неподходящий. Могу впечатление испортить. А вы секретные документы шифруете? Ишь ты, Шерлхомс, чумазый. Так я тебе и сказала. Шерлхомс, это Старо. Сейчас другие методы. И с дому смог. Отдадут, отдадут вам ваш старый. И с вожатым что-нибудь придумаем. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Нос по ветру, моряки. Есть. Андрюшка. Ин, сло, мот, смок. Любопытно. Ладно, походи, сейчас мой ухо. Чего? Мой ухо. Да, мой ухо. Я слепа, да. Тише. Андрюшка. Закрой дверь, не слышишь, хлопает. Андрей. Хоть ты и мой брат, но я должна сказать, недисциплинирован совсем. Стыдно. Возьми бак. Вы же не сцеплены. Оля, подержи. Вот теперь покатаемся. Ребята, перестаньте плаваться машиной. Ребята. Михаил просил меня помочь вам. Я это делаю. Несмотря на то, что я должна работать в библиотеке и готовиться в институт. Я хочу, чтобы вы были настоящими пионерами. Вы назвались первым пионерским экипажем. Это накладывает на вас высокие обязательства. Андрей на место. Можно выйти? Можно выйти? Зачем тебе? Сиди здесь. Мне необходимо. Ну, иди. Куда тебе столько рыбы? Не мне. Отцу. Нажарил полный холодильник. Ему на месяц хватит. Значит, пора, едем. Ну, как там, новая вожатая? Пошевельнуться не даёт. Тишина. Пионеры-помощники старших. Они живут интересами народа. Вспомним Павлика Морозова. Слава, тише. Пионеры должны... Можно выйти. И тебе? Да. Идите, все идите. Урожай будет большой. Наш совхоз приобрёл 10 тракторов. Маловато. Нужно бы ещё. Да нет денег до нового урожая. Я пока работаю прицепщиком. Прицепщиком? Что у ихнего директора глаз нет? Ему Михаил за так моторчик отдал. А не прицепщиком. Ты читай. Степь гремит от машин. И всё равно маловато. Ты самошмак! Я сидя расшифровала. Расшифровала, наконец. Они задом наперёд ищутся замолчать. Михаил Письмо Треславов. Так читаем. Это самосмак. Так, комсомольцы. Степь без машин. Земля мёртвая. Нужны тракторы. Ещё раз тракторы. Погоди. Комсомольцы морского порта собрали металлолом, которого хватит на постройку судна водоизмещением в пять тысяч тонн. Я говорил. Они задом наперёд пишут. А что, если нам собрать железо? Михаилу на трактор. А? Ты самосмак? Катя! Михаилу на трактор! Опять эта бочка? Ну, что вы теперь задели? Это теперь не бочка. Это вторсырьё. Металлолом. Наконец-то вы делом занялись. Эту рухлядь на спалку пора. Так вы нам её отдайте. Что? А ну, берите скорей! Ура! Тащи пока не раздум. Давай, скорее! Хлапцы! Давайте быстрее! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Ты тут не пачкайся! Тётя Лёсю рогать будет. Иди вон с литкой бутылочки собирать. С ней? Да! Пошли! Бабушка, у вас есть ненужники в бутылочке? Или нет? Идите, идите! Я думала, пить и принесли. Делать вам нечего. Это не нам! Это для государства! И бутылочки тоже! Несознательная! Эй, мне нужно, что ли? Оговорили для государства. Спасибо! Бутылочки для государства. Бутылочки уже девочка забрала. А бумага не нужна? Давайте. Ленка, возьми бумагу. Давай сюда, я в аптеку снесу. Ледька велела мне носить! Кому говорят? Слушайте, старший. Тяжести носить, это мужской труд. Здравствуйте. Здравствуй. Как? Опять? Уж очень быстро ты их собираешь. Мы всем двором собираем. Я только один сдаю. Пожалуйста. Пожалуйста. Тебя как звать-то? Паша. Павлуша. Так-так-так. Хорошо. Прекрасное имя. Петруша. Как фотолюбитель фотолюбителю. А, так-так. Ну, а увеличитель у тебя имеется? Есть. Вижу, есть. Молодец. Ну, а папа с мамой где? В Казахстане. В Казахстане. Молодец. Видишь ли, Петруша? Паша. Павлуша, дело в том, что у меня сломался фотоувеличитель. Паша, я в тебя верю. Я дам тебе карточки, а ты их художественно увеличишь. Ну, не бесплатно, конечно. А бутылочки брось, грязное дело. Эх, Павлуша, через год ты заграничную кинокамеру купишь. Я? Ты, ты, миленький, ты. Выдаю аванс. Получай. Ну, что у меня? Тихо-тихо-тихо-тихо. Бери. На химикалии. Спасибо. Беги. Гуляй. Ребята! Вездеход возьмите. Хо! Вот это здорово. Вездеход моей конструкции. Все равно это уже не санки. Мне их, Славка, давно испортил. Давай, грузи ее. Сгружай. Фиксаторы отказали. Эх. Моду выдумали. Конфорки крадут. Ты бы еще раковина отвинтил. Подмети здесь. И тут тоже. Больше не пригодится. Это еще что такое? Да за такие вещи! Так. По расчетам не хватает тонны две. А то и три. Для качества. Слушайте, ребята. Машка опять за двадцать бутылочек деньги не принес. Ну, это ты брось. Я с ним с первого класса за одной партой сижу. Нужны ему бутылочки. Я же сама проверяла. Ну, значит, дороги разбились. Скажи, что ты носила аккуратнее. Ржавчину надо учесть. Потерю при переплавке, стружку при обработке. А я видела. Чего? Как Пашка деньги в ботинок прятала. Когда? Давно. Что раньше молчала? Сами говорили, я беда. Знать надо. Когда молчать, когда говорить. Андрюшка, это по твоей части. Проследи за Пашкой. Есть. Следуй за мной. Три тонны вот так надо. Когда? Где стоял? И потом. Рабочая сила скоро в лагеря разъедется. Вон, барабанщику мать уже рюкзак купила. Добро. На суше железа нет? Переходим на воду. Так ведь молчи. Дела общественные. Есть затонувший корабль. Б-217. Операция «Осминог». Только как его достать? Вызывай вальсовщик. Вызывай вальсовщик. А, передовикам вторсырья. Отец здесь. Буксир к третьему причалу. Папа, можно тебя на минутку? Он сейчас под бункером. Через полчаса. Николай Трофимович, норвежца выводите. Так. Ну давайте, что у вас? А то мне сейчас норвежца выводить. Папа. Извините. У нас вот такое вот дело. Железа для трактора не хватает. Да? Папа, мы затонувший корабль нашли. Как это нашли, каким образом? Ныряли. Ну? Целый месяц. Вот с ним. Куда это вы ныряли? Да ты что, варка. Ну а если бы не вынырнули? Ведь корабль Б-217. А где нашли-то? За мысом. Там мелко. Операция «Восьминог». Это такая боржонка. Еще в войну затонула. Вызывай диспетчера, вызывай диспетчера, прием. Так. Диспетчер служит, прием. А ну-ка, домой. Банкировку окончим. Вечером поговорим. И про ныряние тоже. Папа. Товарищи моряки, на государство же. Как поняли, прием. Вас понял, связь кончаю. Связь кончаю. Значит, к третьему причалу. Я эту боржу помню. Ее тогда с Вороньей горы накрыли. За мысом, говорите? По-моему, там неглубоко. Да нет, что вы. Семен Петрович, это же для всех. Трактор-то ведь на целину пойдет. Эх вы, для государства, для всех. Знают, чего говорят. Ребята, ребята, хватит, 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 хватит. Пошли. Вот уже поднимает, смотрите. Пошли. Пошли. Папа, что это в борже набит? Противотанковые ежи. Противотанковые ежи. Ничего. И противотанковые ежи на трактора сгодятся. Малодина какая. Малодина какая. Ветер снор. Прорвались массы арктического воздуха. Вот это дырища. Торпеды, наверное. Даже смотреть страшно. Снаряды. Прямой наводкой. Света, ее надо сдать, пока мокрая. Кого? Баржу. С водой она тяжелее. А ну тебе. Знаешь, мне так нашу баржу жалко. Я никому не говорил. Подумать, что несознательно. Ныряли, ныряли. Искали, искали. Мне. Даже не жалко. А вот, ну, словно потерял что-то. Ну, потеряли, не жалейте. Раньше вы что были? Морская капуста. А теперь вы кто? Человеки. Граждане. Ну, смысл понятен? Конечно, понятен. Мы же баржу для общего дела отдали. Ну, вот. И все. И все. Все. Я же вам новый таз принес. Я плачу за цветмет, не за изделие. Иди в комиссионный. Ну, хоть рублик еще. Это что такое? Что такое, я тебя спрашиваю? Эх. С жуликами дела не имею. На. А у вас гири ржавые. Что? Молодец. Ничего не скажешь. Много наворовал. Вот жаба. Я с такой жабой на одной парте сидел. Я думала, он человек. А он просто повидло. Передайте, пожалуйста, повидло. Кому? Ультиматум. Павел, что это? Ультиматум. Запрещается единоличнику Пашке по кличке Повидло. Поймаем берегись. Павел, где таз для варенья? Может, его взяли эти? Ой, испортит мне парня. Ай-яй-яй. Ну, что ты скажешь? Ну, что вы здесь все ходите? Сказано, не брали мы вашего тазика. Вы своего повидло спросите. Ну, что вы к ребенку пристаете? Повидло. Света, всех наверх! Светка, наш дом к канонерскому заводу отдала. Сейчас машины приедут. Ну и слава тебе, Господи! Как к канонерскому? А Михаилу? Беги в райком к секретарю. Не успею. Бери Славкин вертолет. Ага. Сбьемся подачей осторожнее. Там краник. Грузите! Это не ваше железо! Скажу, отцу уши надерет. Мой отец передовой. Не как некоторые. Дяденька, вы передовой или некоторый? Ну вот что, обслуживание откладывается до окончания погрузки. Берите. Погрузка не состоится. Не отладим! Не отладим! Ну что, сходи! Кто вы стоите? Ура! Вот саранча, а! Это для Михаила железо, не для баса! В чем дело? Я с пацанами драться не обучу. Хорошо. Ну, здрасте. Здрасте! Отставить! Давайте, крутите! Это же Михаил, на трактор! Металл пойдет на тракторный завод. Я все уладил. Не верите? Поезжайте сами на товарную станцию. Ну, помогайте. Послушай, но не все ли равно, куда грузить эту рухлю? Этот хлам. Хлам? Мы же живем в Ленинграде. Если бы ребятам было все равно, они бы не устраивали этой свалкой. Это же для Михаила, на трактор. Но это же фантазия. И ты фантазер. А я, знаешь, устала. Ведь сама же вожатая напросилась. Я тебя предупреждал. Нелегко. Даже очень трудно. Крутящий момент, Велик. Спицы летят. Полюбуйтесь. Вот. Знаете что, а? Вот так. Танца и березай. Кому надо, вылезай. Ребята, я поеду с вами. А за перевозку из райкомовских денег перечислим. Нет, зачем? У нас свои деньги есть. Мы за бутылочки изолом получили. За платформу мы сами рассчитаемся. Принципиальный товарищ, ну, пошли. Эх, Классок! Время, граждане. Эй, почем повидло? Пусти тебе, говорят. Имейте право. Ну, это почему? Отпусти. Мы тебе ультиматум писали? Писали. Мироед несчастный. Опять бутылочки собираешь? Ага. Художественную продукцию испачкали. Да? Теперь вам попадет. Это что за расправа? Семеро на одного. Они художественную продукцию испачкали. Вот. Держите их. Артисты кино. Оптовый товар? Или в розницу торгуешь? Почем за штуку берешь? Купец епишкин. Я не торгую. Что же ты делаешь? Я только убиничиваю. Откуда это у тебя? Мне один дяденька поручил. Он сейчас здесь будет. Дай-ка руку. Ну, пошли. Куда? Пройдем-ка. Алло, привет. Чего это вы такие ненормальные? За металл рабочее спасибо. За ПТ. Трактор сделать не можем. ТЧК. Дружеским приветом, директор завода. Дружеским приветом. Ехать на завод надо нам вдвоем. Я пришел. Смотри. Ну и что? Мне некуда. Я от тети Люси не совсем ушел. Как в милицию попал, сразу хорошим сделался? Отлупил бы. На. Не подставляйся. Не до тебя. Может, у Светланы в долг попросить? Братцы. Неудобно. Как ей скажешь. У нее нет. Она матери все отдала. На ремонт квартиры. Придется ехать без билета. Братцы. Я же говорил. Мы же с ним с первого класса. Все-таки есть у человека совесть. Теперь на всех хватит. Поехали на завод. Поехали на завод. Би-би-би. Поехали. Директор дома. Поехали к нему домой. А ты знаешь, где он живет? Язык до Киева доведет. Директор здесь живет? А вы кто такие? Отвечай, когда спрашивают. Какаво пьют. Стой! Ты! Отвечай! Какаво! Брось! Теперь не откроют. Отсюда я больше никуда не пойду. Что же вы, девушка, как же так получается? Вот до вас тут с ними занимался парень. Ээээ... А? Михаил. Да. От него, пожалуй, мы не сбежали. Не сбежали бы. Не сбежали бы. Я, может, не умею. У меня таланту нет. Что ты, Светланочка? У тебя таланту сколько хочешь. Только мальчишки тебя стесняются. Вот когда пришла телеграмма... Ой, я слово дала. О, товарищ капитан. Николай Трофимович, тут же полно кораблей. Так, может, они туда залезли? Может, они в Сингапур хотят бежать? Ой, Пашенька, мальчик мой. Да нет, Валька на крабль не пойдет. Да и другие не глупее его. А не могли они телеграмму с тракторного завода получить? А? Только это не мы сказали. Правда, Светлана? Мы ведь молчали. Это они сами догадались. Как говорится, еврика. Ты чего тут? Извините, я без пруссу. Ты чей? Я свой. Из Ленинграда. Первый пионерский экипаж. О, железо. Времени у меня сейчас нет. Поговорим потом. Ишь ты какой. Идем, идем. Что такое? В чем дело? Александр Степанович, безобразие учинил? Спит в машине? Я не испачкал. Я ботинки снял. Снял. Турист. А радиоприемник кто разговаривал? Из Ленинграда. Мамо, мамо, мамо. Здесь еще один землепроходец. Покорми. А ну иди, иди отсюда, иди. Товарищ директор? Из Ленинграда. Точно. Из-за вас нацеление урожай пропадает. Марш ко мне домой. Не пойду. Под машину легу. Я тебе там под машину. Домой. Поехали. Под машину. Стой, тебе говорят. Спокойно, товарищ директор. Спокойно. А ну-ка, держите его. Ах, ты ж. Трактор зажили. Из экипажа? Ну да. Все в тельняшках. Требуют, как свое. А вы что, знаете их, что ли? Из Ленинграда. Просят задержать и оказать содействие в постройке трактора. Ленинский райком комсомола. Не имела баба плопота, то купила порося. А? Не имела баба плопота, то купила порося. Траков хватит. Пять просто на целину. Один Михаил Улечен. Да вы кушайте, кушайте. А вот и горяченького. Спасибо. Спасибо, мама. Вот, тут все подсчитано. Сразу на шесть. На шесть. Да у вас на один и то не хватает. Как вы сказали, неправда. А, отыскался след Тарасов. Мы целый корабль с одного разостали. Там железо не то, что на трактор. На целый паровоз хватит. Врешь с прикорами. Кто врет, тот сохнет. Ну вот что. Если вы хотите подарить трактор своему Михаилу, вы должны его купить. Как это купить? Как это? А вот как. То на железо стоит девяносто шесть рублей. Вот и считайте. Бери, бери. А ты поосторожнее. Девочка. А ты не знаешь, как пройти к директору? К директору. Квартира двадцать четыре. Спасибо. Только там встречать заседание. Эй, ребята! Что я вам расскажу? Ну, землепроходцы, больше не бегайте. Не бегайте. А сам-то в Испанию убегал. Забыл уже, сколько я слез проливала. Води, води, мама, води. Ну, прощайте, мэр. 10 тонн. Шутка? Не журится, хлопцы. Железо дошлёте, и трактор будет. Не надо досылать. Не надо. Мы решили в одаре. Мы им соберём это железо. Только пусть обещают. Когда нам понадобится, они тоже. Запросто. Честная Моряцкая. Ну, вот. Честная Моряцкая. Разрешите я. Ну, тащи. Смотрите, трактора. Слушай, будь другом. Когда трактор сделают, прицепите на неё флажок. Морской. Я тебе образец в письме пришлю. Всю историю с трактором я узнал из писем, которые получаю я из экипажа уже второй год. А вот и мой трактор. Спасибо, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...